Всем привет, с вами Priya. Сегодня скрываем недельные сундучки, проверяем недельную удачу в попытках дропнуть Амантул, в попытках дропнуть с недельных сундучков что-нибудь полезное, 985. Начну сразу с ДК, не хочу терять свою удачу, вдруг на нем сразу же повезет что это. Неплохо. Это называется, захотел я лут для ДК, при этом начал вскрывать на нем, ну как на самом первом персонаже. Вполне неплохо, сейчас я загоню все это дело и к концу видосика, надеюсь, все обработается. И я узнаю, лучше ли эта шея, чем моя текущая с Аргуса 975, или же все-таки вновь выпавшая шея хуже, чем моя текущая. Ну неплохо, на самом деле статы полезные, и может быть даже для танка она пойдет, хотя нет там искусности, не пойдет уж точно. Ну что ж, теперь на варе, на варе колечко. Да что это за проки такие-то, я не понимаю, сегодня мне там что накрутили, подкрутили что ли. Почему она упала не для ДХ? Вот крит для вара мне точно не нужен, я это прекрасно знаю и прекрасно это испытал уже, играя не первый год. Но зачем? Зачем мне вещи с критом для вара падают? Я не понимаю, вот эта прошлая грудь, она у меня так и лежала. То есть я просто закрыл пятнашечку, закрыл Аргуса, не помню в нормале или ХМ, да и все. То есть я даже шмотом не занимаюсь на всех персонажах, кроме там ДК, ДХ, да и все. Конечно же, если упала бы вещица на хосту, я бы ее сразу нацепил, да и все. А так это думать надо, мол типа есть ли смысл сет разбивать, есть ли смысл надевать псевдо-ненужные статы. Это, между прочим, процесс мозговой деятельности. Думать иногда сложно бывает в Варкрафте. Ну, теперь паладин. Если сейчас паладин пролутает какую-то бижутерию, потому что все-таки он у меня только бижутерию лутает последние так недели, 3-4, да если еще эта бижутерия будет апнута по эквипу, ну, мне кажется, это все неспроста. Ох, как неспроста. Это можно сразу идти лотерейки покупать. Только бы загрузила побыстрее. Спасибо. 971-й паладин с выполненной башней магов. Я все-таки решился и на каждом персонаже все-таки на стриме закрыл башни магов для всех своих танков. Прокнутое кольцо с сокетом. Окей, ладно, не прокнутое, но прок за счет сокета. В общем, маленький прок в виде сокета, так будет вернее сказано. Так вот, зашел, за 3 минуты башню магов сделал, вышел, облик получил. Доволен. Ну, на самом деле, весьма интересный облик, только пушечка кажется какой-то маленькой. На самом деле. Ну, тут просто нужно подумать в приоритет стат, мол, типа, что лучше, большее количество универсальностей или большее количество крита. Итак, а насчет шеи, которая мне упала для рыцаря смерти. В итоге она на 6000 дпс меньше, чем моя текущая шея, 975-я, с аргуса, анторусского. Ну, ничего, на этой шее много крита, которая у меня упала для дк. Хорошо. На ней много крита, и на ней есть мувспид. Эта шея очень, очень комфортно будет чувствовать себя на сетике для мувспида. Играя в мувсплюсах, занимаясь их прохождением, упарываться чисто в один комплект экипировки, это крайне глупо. То есть, использовать чисто вещи для соло-таргета намного приятнее вещи ротировать, используя какой-то комплект экипировки под 3-х плюс мобов, какой-то для 10-ти плюс мобов. Есть и такие ситуации, но крайне редко. Ну и, конечно же, нужен сет на мувспид, чтобы быстрее преодолевать какие-либо препятствия и расстояния. Плащик хороший, кстати. Надо будет зачарить его и экипировать. Ключики, да, там 14-ые падают всякие. Я особо не заморачивался в эту неделю. И решил пройти то, что прошел, в то, что позвали. Остается последний персонаж, наверное, единственный, кому даже 960-ая шмотка пойдет в улучшение. Шея. А, версомастере? Угу. Ну, в принципе, отлично. Я не особо стремился надевать подвеску волчьего бога, а вот ожерелье звезд я с радостью экипирую. А зачем я тогда чарил ее? Я даже не знаю. Ладно, я выложу ее в банк, пускай лежит, место занимает по фану. Ну что ж, вот такое вот скрытие сундучков. Шейка будет полезной при условии замены при даза на ноги. Все-таки в дальнейшем я хочу ноги легендарные заиметь. Ну и, скорее всего, нужно будет менять сет кусок. А так как у меня в текущий момент лишь только сетовая голова и сетовая перчатки с нормала, то надо бы их по-хорошему дропать с хема. Да, насчет хемрейда. Пятница в 15 моска. Рейд. Если будет какое-то изменение касательно времени или касательно дня, то, конечно же, я дам анонсик в ВК-группу. Ну или на стриме, еще скажу, за день до этого. Касательно аффиксов в текущей неделе. Разъяренный, вулканический, тиранический. Усиленные боссы по хп и дамагу. Мобы за счет модификатора, разъяренный на 30% своего хп, разгоняют свой дамаг в два раза. Поэтому, если моб кастует кутау, ешку намного выгоднее кикнуть каст, чем надеяться на хваленые экзекуты. Ну а вулканический, самый обычный и самый легкий аффикс, который требует лишь раскрытия своих глазок при битве с мобами. Всех вам благ, счастья, здоровья, уклоняйтесь от вулканического модификатора, не умирайте на боссах и не умирайте на мобах с маленьким количеством хп. Не болейте, берегите ноги, ума вам побольше, до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok